10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Стратегическое экономическое партнерство между Казахстаном и США будет и впредь диверсифицироваться и расширяться во всех секторах. Об этом заявил Хасмжумар Токаев на встрече с представителями деловых кругов в рамках казахско-американского инвестиционного круглого стола. Глава государства поприветствовал появление новых крупных американских предприятий в Казахстане. Президент рассказал участникам встречи о возможностях сотрудничества над современными инвестиционными проектами в ключевых секторах экономики. Также он проинформировал бизнесменов о масштабных политических и экономических реформах. Наряду с этим Хасмжумар Токаев обратил внимание и на огромный потенциал нашей страны в сферах цифровизации, промышленности, энергетики, зеленой экономики, транспорта, а также логистики и сельского хозяйства. О подробностях встречи расскажем чуть позже. Мне сейчас подсказывают режиссеры о том, что моя коллега Динара Жанбатырова прямо в эти минуты готовит материал к эфиру. Между тем, нынешний визит Хасмжумар Токаева в Нью-Йорк выделяется насыщенной деловой программой за несколько часов. В городе больших возможностей президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями крупнейших мировых компаний в различных сферах. Это и образование, и технологии, и здравоохранение, а также промышленность. О развитии образования, повышении квалификации госслужащих и академической поддержки университетов глава государства разговаривал с генеральным директором Корсера Джеффом Маджон Калда. Сегодня компания одна из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам. О перспективах расширения присутствия Microsoft в Казахстане речь шла на встрече с ген-менеджером компании по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симонс. В том числе обсуждались планы по открытию IT-лаборатории, переподготовки и повышению квалификации IT-специалистов. Хасамжамар Токаев встретился с основателем и исполнителем, председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, который пригласил, к слову, президента принять участие во Всемирном экономическом форуме. Он пройдет в январе 2023 года в Давосе. Также казахстанский лидер встретился с администратором агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр, генеральным директором инвестиционной фирмы Franklin Templeton Дженни Джонсоном и со старшим вице-президентом General Electric International Markets Набилем Хабаебом. Итогом встречи может стать запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ. А ход реализации проектов в углеводородном секторе страны глава государства обсудил со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом. Особое внимание уделено возобновлению полномасштабного производства на месторождении Кашаган. В Америке хорошо, но дома все же лучше. Глава государства встретился с казахстанскими IT-специалистами, работающими за рубежом в крупных компаниях. Приятная встреча может стать многообещающей для казахстанской сферы IT и привести к пополнению в рядах отечественных программистов. О чем говорили айтишники с президентом и что ему подарили, расскажет наш корреспондент Динара Жан Батырова. Деловые разговоры за чашечкой кофе. Лайтовая нью-йоркская атмосфера так и располагает в беседах о бизнесе. Акции, фьючерсы, инвестиции, финансовые термины слышны повсюду. По-американски все важные переговоры глава государства провел до обеда. С 8 утра по нью-йоркскому времени без перерыва он успел встретиться с лидерами глобальных финансовых институтов. И надо отметить, спустя 5 часов переговорный зал он покинул с улыбкой и в весьма хорошем настроении. Участвовать в развитии альтернативной энергетики, участвовать в проектах перехода с угля на газ. То есть это тоже вызвало такой, соответственно, большой интерес. То есть вот несколько направлений, приватизация, декарбонизация, энергетический переход, вопросы развития зеленых финансов. Это все то, что интересует глобальных инвесторов. И они солидарны с позицией Казахстана и выражают большой интерес. Но мало привести технологии. Надо найти и вовлечь такие же современные и продвинутые кадры. И похоже, что глава государства их уже нашел. Я училась в Алматы. Не так давно переехала в Сан-Франциско, где и начала работать в компании. У меня долгосрочный контракт. Если вернетесь в Казахстан, вас бы в правительство. В Америке хорошо, но в Казахстане замечательно. Эти ребята называют себя диджитал-номадами. Айтишники, программисты и просто крутые управленцы. Все они работают в крупных мировых компаниях Google, Apple, Amazon, Barclays. Свой опыт и знания они готовы привезти домой. Есть идея в группе Digital Nomads. Это спортивное программирование. Digital Nomads у нас в группе 300 человек. И все они молодые ребята и работают в больших тех компаниях, в хороших должностях. В Google, Apple, Amazon, Tesla. Во всех больших компаниях. И очень талантливые ребята. Мы можем еще больше талант-пул сделать в Казахстане, чтобы еще больше ребята тянулись. Они помогают и производят менторство для обучающихся по IT-специальностям в Республике Казахстан. Второе. Они работают над тем, чтобы переводить сложную технологическую литературу на казахский язык. Потому что на казахском языке технологической литературы недостаточно. Третье. Они помогают развитию спортивного программирования. В завершение беседы лучшие в мире разработчики и айтишники подарили Касымжумар Татукаеву умные очки и теплую толстовку с логотипом цифровых кочевников. Динара Жамбатырова, Едилир Микбаев, Дулат Интибеков, Айдосерик Болола, Нью-Йорк. Ну а сейчас, как мне сообщают режиссеры, к эфиру готов материал о том, как прошла встреча Касымжумар Татукаева с американскими акулами бизнеса. О чем договорились стороны, расскажет Динара Жамбатырова. Последние приготовления перед важной встречей. Похоже, что сегодня будет заключено историческое соглашение. Да и локация выбрана не случайно наверняка. В стенах этого здания было заключено не одно важное партнерское соглашение. Метрополитен был построен в конце 19 века как первый джентльменский клуб. История рассказывает, в этом месте сверяли часы видные политики и бизнесмены со всего мира. Теперь в местный дневник джентльмена вписана и встреча президента Казахстана с американскими капитанами бизнеса. Здесь представители больше 40 крупных компаний. Многие мировые гиганты уже работают на казахстанском рынке. Пора выходить на новый уровень партнерства, призвал президент и рассказал, куда нужны американские инвестиции. Мы занимаем шестое место в мире по запасам минералов. Также у нас имеется 60 месторождений для освоения. Предлагаем вам рассмотреть эти возможности. Мы предоставим налоговые и таможенные преференции и базовую инфраструктуру. Передовой опыт и инновационные технологии нужны и в нефтеперерабатывающий сектор. Тергоресурсов в стране более чем достаточно. Страна добывает 45% урана. Радиоактивные минералы постепенно смещают углеродные. Уже через 30 лет в стране намерены полностью от них отказаться. Казахстан стал стердно двигаться в своих обязательствах. К 2030 году мы намерены совершить прорыв в увеличении доли ВИЭ в энергетическом балансе с нынешних 4 до 15%. Качество ветра, солнца и доступность земель могут сделать нас лидерами в этом секторе и внести свой вклад по борьбе с изменением климата. Более того, наша страна стала по-настоящему связующим звеном Востока и Запада. Из-за геополитического кризиса Казахстан выстраивает новые транспортно-логистические маршруты. Глава государства предлагает американским инвесторам обратить на них внимание. Мы стремимся помочь обеспечить новые надежные транзитные маршруты, чтобы защитить глобальные цепочки поставок. Нами разработаны оптимальные транспортные маршруты в Европу и Ближний Восток через Транскаспийский коридор, соединяющий страны Евразии. 24 миллиарда долларов вложили американцы в казахстанскую экономику только за прошлый год. Таким образом, США стала второй по объему инвестиций. И похоже, что уже скоро эта цифра станет гораздо больше. К другим темам. В Тараусской области почти 14 тысяч человек числятся безработными. Возможный рост их количества прогнозируется после завершения проекта будущего расширения нефтяного месторождения. Между тем, острый дефицит рабочих рук наблюдается и в агросекторе. Однако тараусцы занять свободные вакансии в этой сфере пока не спешат. Для работы на полях регион вынужден привлекать гастарбайтеров из Узбекистана. Ситуацию на рынке труда изучали мои коллеги. Тысячу новых сотрудников искали три десятка крупнейших учреждений региона. Очередная ярмарка вакансий выявила нехватку рабочих рук. Большой спрос оказался на электриков, сварщиков, грузчиков, а еще на трубы и электромонтажников. А Мангильдэ Алмаханов, бывший механик, за несколько лет сменил не одну специальность. Освоил ряд профессий, которые сегодня ему помогают повысить шансы на трудоустройство. До этого работал мотористом, механиком, сварщиком, попал под сокращение. Освоил профессию лесомонтажника. Сегодня на ярмарке надеюсь получить работу. 900 вакансий, из которых свыше 400 по инженерным позициям. Ими смогли воспользоваться бывшие сотрудники нефтяной компании, уволенные с проекта будущего расширения месторождения. Из 900 предоставленных сегодня мест около 500 на рабочие специальности. Остальные заявки на инженеров для реализации инвестиционных проектов, реализуемых в нашей области, требуются инженеры-технологи, инженеры-электрики, супервайзеры, инженеры по контролю качества выпускаемой продукции. С начала года в регионе провели 26 ярмарок вакансий. Трудоустроено около 600 человек. На 17,5% снижен объем квот по привлечению иностранных специалистов. Сейчас крупнейшие нефтяные компании области запустили проект переобучения сотрудников, попавших под сокращение. А вот что происходит во Франции. Сейчас там реформируется одна из самых щедрых систем поддержки безработных. Мировая пандемия, война в Украине, энергетический кризис серьезно затронули французскую экономику, которая, к слову, оптимизируется в новых условиях. Как расскажет наш собственный корреспондент в Париже, Алиас Исдыкова, там есть перемены. Французская система пособий по безработице считается одной из самых щедрых в мире. Получать поддержку государства, находясь в поиске работы, можно до двух, а то и трех лет, если речь идет о людях предпенсионного возраста. До недавнего времени фонд страхования от безработицы деньги отчисляли все работающие французы – 4% от зарплаты. Но сейчас финансирование переложили на работодателей. В мире даже есть определенный стереотип о французской безработице. Якобы жители Пятой Республики не прочь устроить себе паузу в карьере, пользуясь системой. Я очень люблю свою работу. Так что я не считаю, сколько лет отработал, не веду расчеты. Я готов работать, пока работается. Достаточно откладываю сбережения, чтобы не рассчитывать на кого-то. Рассчитываю на свой физический ресурс. Но такое не всем дано быть оптимистами. Но в то же время есть некоторая защищенность. Мы знаем, что не останемся без средств к существованию, если хоть немного работал до, потому что есть право на пособие по безработице. Невозможно получать, если ты не работал никогда. В год на пособие по безработице страна тратит около 40 миллиардов евро. Причем этот режим признан самым чувствительным к экономическим изменениям среди всех социальных выплат. После пандемии власти инициировали реформу, которая должна ужесточить требования к получателям пособий по безработице. Мы имеем систему страхования от безработицы, которая в реальности не адаптирована к экономической конъюнктуре. Она недостаточно защищает, когда экономическая ситуация ухудшается. И напротив, слишком защищает и мало мотивирует, когда экономическая ситуация улучшается. Для иллюстрации мы находимся в периоде создания рабочих мест. И часть получателей пособий вырастает на 60%. И напротив, когда страна проходит период экономической депрессии и сокращения рабочих мест, доля ищущих работу обваливается на 40%. Пособие в новом формате должно мотивировать как можно скорее найти стабильную работу. Выплаты будут сокращаться с течением времени. Активность поисков вакансий обещают строго контролировать. При этом уровень безработицы в стране уже снизился до 7 с небольшим процентов. Но власти считают, что в эпоху мирового кризиса этого недостаточно. Алиаса Сдыкова, Руслан Умиржан, Хабар, 24. Париж, Франция. Свыше 450 тысяч казахстанцев в активном поиске работы и готовы к трудоустройству. Среди них 5 тысяч жителей столицы. Какие специальности востребованы в Астане и как горожане ищут работу по душе, узнавали мои коллеги. Врачей, строителей и учителей не хватает Астане. Всего в главном городе республики более 7 тысяч открытых вакансий. Есть из чего выбрать. Но очень низкий интерес со стороны потенциальных кандидатов, говорят в центре занятости. В сфере медицины, услуг и образования огромное предложение со стороны работодателей. Но, к сожалению, очень низкая активность со стороны соискателей. Очень много вакансий и по рабочим специальностям. Но горожане не очень охотно соглашаются на такие позиции. Всего в столице зарегистрировано 5 тысяч безработных. 2 тысячи человек из этого списка временно трудоустроены в рамках госпрограмм. Еще тысячи ведут активный поиск работы, участвуют в ярмарках вакансий. Остальные получают пособие по безработице. Соцвыплаты получают не все. Есть определенный порядок. Учитывается причина потери работы, информация об отчислениях в фонд обязательного страхования. Если человек никогда не работал, он не может претендовать на пособие, которое выплачивается в течение установленного срока. Большая часть астанчан предпочитают не обращаться в центр занятости и ищут работу самостоятельно. Кроме того, по словам горожан, зачастую работодатели выдвигают требования, которым невозможно соответствовать. Я 4 года обучился на инженера-механика. Но по этой специальности я не мог найти работу, так как во многих местах требовали опыт. Естественно, у него нет опыта. Поэтому я начал рассылать свое резюме уже в другие сферы, где не требуется опыт. И одна из компаний меня приняла. И в процессе обучения мне дали 10 дней стажировки. Я научился, так как я с компьютером, в принципе, на «ты». Мне было несложно. И такая ситуация не только в столице. Регионы не исключение. Если не подходит образование и нет опыта, казахстанцы пробуют удачу в смежных специальностях. А если не устраивают условия или уровень оплаты, идут работать не по профессии. Амир Хайдаров, Руслан Алиев, Хабар24. Вступивший в силу запрет на вывоз угля из Казахстана автомобильным транспортом будет действовать полгода. Такую меру в отношении данной продукции в стране ввели впервые. В профильном министерстве отмечают, что неофициальный экспорт твердого топлива в соседние страны, Россию, Узбекистан и Кыргызстан, приобрел огромные масштабы. Специалисты называют это главной причиной нехватки угля для населения приграничных областей. Все подробности у нашего экономического подозревателя Индиры Тикжановой. Десятки тысяч тонн угля, предназначенного для нужд населения, ежегодно вывозили из Казахстана без уплаты налогов. В серых схемах перепродаж участвовали как граждане нашей страны, так и соседних республик. Тревогу госоргана забили после участившихся жалоб со стороны жителей приграничных областей на нехватку топлива. По словам руководителя профильного управления Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанаты Гесинова, такие факты выявили сразу в нескольких регионах. Среди них Жамбылска, Алматинская, Кустанайская, Северо-Казахстанской области. Проблему этим летом рассмотрели на заседании межведомственной комиссии. Решено было прибегнуть к крайним мерам. Специалист говорит, что временные ограничения на вывоз угля железнодорожного транспорта не коснутся. Это легальный экспорт, он будет продолжен. Что касается вывоза топлива грузовыми машинами, то на основании нового приказа контролировать ситуацию на местах будут акиматы, а также пограничные службы КНБ. В Кустанайской области жители нам сообщили о том, что было вывезено порядка 2500 тонн угля. Если, допустим, это разделить примерно потребность за зимний период 25 тонн, это получается где-то 100 домов наших сограждан, они остались без угля. Поэтому в этой части был дефицит, и в этой части, надо сказать, что был в прошлом году ажиотаж. То есть нам необходимо было дополнительно завозить, для того, чтобы обеспечивать это количество, то есть 2500, 3000, 4000. Только по Кыргызстану, как я уже говорил, где-то порядка более миллионов тонн было вывезено железнодорожным транспортом, и в том числе 124 тысячи тонн – это, значит, автомобильным транспортом, который нигде не зафиксирован, значит, нигде без налога. Между тем, проблем с дефицитом угля в Казахстане попросту не может быть, говорит эксперт. Добыча за 8 месяцев года превысила 66 миллионов тонн. Ежегодно баланс потребления выглядит так. Больше половины отгружают на энергобъекты. Примерно 8% добытого угля – это доля промышленных предприятий. Потребности коммунально-бытового сектора, в том числе и населения, занимают не более 10% от общих объемов. И чуть более четверти Казахстан ежегодно экспортирует. Казалось бы, все учтено, если бы не слишком привлекательные для соседей цены. Сейчас в розницу они у нас доходят до 17 и даже 20 тысяч тенге за тонну с учетом доставки в наиболее отдаленные регионы. Но, тем не менее, даже при такой стоимости и расходах на транспортировку для жителей приграничных стран казахстанский уголь обходится в разы дешевле. По последним данным, например, Российской Федерации в приграничных территориях цена угля составляет порядка 50 тысяч тенге за тонну. То есть почти в два раза, даже больше. А в Кыргызстане? Ну, надо полагать, что и в Кыргызстане, и Узбекистане, скорее всего, и цена выше, чем в тех местах, где она реализуется. Например, в Жамбулской области, если стоит 17-18 тысяч шубаркульский уголь, значит, там продаются значительно по высокой цене. А теперь об официальном экспорте. Казахстан в этом году более чем вдвое увеличил доходы от продажи угля. За семь месяцев отгружено 19 миллионов 200 тысяч тонн. Объемы на 22% выше прошлогодних. Такие сведения публикует телеграм-канал Первого кредитного бюро, ссылаясь на статистику. Аналитики отмечают, что скачок произошел в основном за счет европейского направления. В еврозоне на фоне энергетического кризиса активно наращивает импорт топлива из Казахстана. Вдвое выросли поставки угля в Швейцарию. Продажи в Польшу подскочили в 127 раз. И сразу более чем в 860 раз увеличились отгрузки в Болгарию. Активнее стали покупать казахстанское топливо еще Кипр и Бельгия, куда, кстати, в прошлом году экспорта не было. Что касается приграничных стран, больше всего приобретает Россия. Объемы в этом году выросли почти на 12%. Но, несмотря на это, доходы просили на 4,6%. Это значит, что уголь соседям продавать мы стали дешевле, отмечают аналитики. Официальные объемы экспорта в Кыргызстан остались на уровне прошлого года. А вот в Узбекистан, судя по статистике, существенно снизились. Порфель казахстанских банков по ипотечным кредитам вырос более чем на 3% за месяц. Он достиг 4 триллионов тенге. Годовой рост составил почти 48%. Самыми популярными среди заемщиков остаются ипотечные продукты от Басы банка. И, судя по всему, это преимущество будет сохраняться. Даже с учетом новых ставок вознаграждений к такому выводу пришли аналитики ранкинг и Z, сравнив их условия льготных программ с коммерческой ипотекой. Напомню, с 1 октября ставки по промежуточным займам от Басы банка будут дифференцированными с учетом сроков накопления. Диапазон их составит от 7 до 11,5% годовых. Для сравнения, текущие ставки от 7 до 8,5%. Вне жилищных программ в банках второго уровня они начинаются от 13 и доходят до 23%. Причем годовые эффективные чаще всего превышают 17,5%. Ко всему прочему, массы ограничений вводят и сами финансовые институты. К примеру, отдельные банки работают исключительно в мегаполисах. Или же выдают кредиты только на жилье в новостройках. Между тем, в Ассоциации финансистов Казахстана ранее сообщали, что льготные программы практически вытеснили коммерческую ипотеку. На них сейчас приходится до 90% от всех выдаваемых жилищных займов. Таким был обзор деловых новостей. Всего доброго. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. И вот о чем расскажем далее. Свыше 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за супер-тайфуна Нанмадол. Свои сбои в работе транспорта и отключении электроэнергии стихия продолжает набирать силу. Через 4 года 90% контента в интернете будет создавать искусственный интеллект. Европейские спецслужбы говорят, что количество фейков значительно увеличится. Главы госкомитетов Кыргыстана и Таджикистана подписали протокол об установлении мира. Информацию подтвердили в Кыргызском военном ведомстве. Ситуация также стабилизируется и в Баткенской области. По словам председателя госкомитета нацбезопасности Камчубика Ташиева, на сегодня запланирована еще одна встреча с его таджикским коллегой Сэмумином Ятымовым. Согласно документу, на постоянное место дислокации будут возвращены дополнительные военные силы и техника. Я напомню, на прошлой неделе на границе двух государств произошли несколько перестрелок. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. И по последним данным Кыргызстан заявил о 46 погибших, Таджикистан о 41. Ну а сейчас в Великобританию. Там прошли похороны Елизаветы II. Королеву похоронили в Часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в гробнице рядом с супругом, принцем Филиппом. Доступ для желающих проститься с умершим монархом был прекращен в понедельник. С 14 сентября дань уважения Елизавете II отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять больше 12 часов. Гроб перенесли в Вестминстерское аббатство, где прошла панихида. В ней участвовали король Чарльз III, члены королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Ли Страсс и представители конфессии. Я напомню, Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни, пробыв на престоле дольше всех в истории Соединенного Королевства. Свыше 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за супертайфуна Нанмадоу. Накануне стихия обрушилась на самый южный из четырех главных островов Японии Кюсю. Нанмадоу уже называют одним из самых сильнейших тайфунов в Японии за все время. Стихия привела к сбоям в работе транспорта и отключению электричества. Накануне свыше 350 тысяч домов остались без света. Страна готовится к обширным наводнениям и оползням. Закрыты сегодня многие магазины и учреждения. Отмечу, что скорость ветра супертайфуна достигает 230 километров в час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня неспокойно и в Мексике. Там произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. В столице страны Мехико прозвучали тревожные сирены. По данным Минобороны погиб один человек. Эпицентр находился рядом со штатом Мичуакан на глубине 15 километров. Критических повреждений нет. Отмечу, что почти за 40 лет это третье по счету землетрясение. Два других произошли в 1985 и в 2017 годах. Доминиканская республика страдает от наводнений, которые стали последствием урагана Фиона. Стихия сначала значительно нанесла удар по Пуэрто-Рико. Теперь же Доминикану охватили проливные дожди и мощный ветер. В результате сильного наводнения 11 тысяч человек остались без доступа к электричеству. Президент страны Луис Абинадер объявил чрезвычайное положение в нескольких регионах. Также в Национальном центре США по слежению за ураганами заявили о том, что теперь стихия пронесется к востоку архипелага, а на Багамских островах ожидаются тропические штормы. Мы вновь в эфире. Четыре человека погибли при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Караганинской области. ДТП произошло в Ахтувайском районе на автодороге Алматы-Екатеринбург. В результате аварии водители грузового автомобиля и автобуса, а также пассажир от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир скончался в карете скорой помощи. На момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров. Сообщили в пресс-службе департамента полиции области. Заведено уголовное дело. В Казахстане началась массовая вакцинация населения против гриппа. К сезонной вспышке острых респираторных вирусных инфекций готовятся и в Шимкенте. Сюда уже доставили почти 135 тысяч доз вакцины. Бесплатную прививку получат дети в возрасте от 6 месяцев до года. Воспитанники детских домов, пожилые люди, работники сферы здравоохранения и пациенты, состоящие на диспансерном учете. К слову, в мегаполисе с начала года у РВИ переболели более 22 тысяч человек. Показатели выше прошлогодних почти в два раза. Чаще всего вирусную инфекцию диагностировали у детей до 14 лет. На сегодняшний день в поликлинике города доставлено 134 тысячи 580 доз вакцины. Запасов достаточно, чтобы привить 12,6% нашего населения. Мы призываем к ответственности горожан и просим вовремя вакцинироваться, обезопасить себя и окружающих. Владельцы крестьянских хозяйств в Актюбинской области испытывают дефицит рабочей силы из-за нехватки рабочих рук в тепличных комплексах и на полях некому собирать урожай. Местные на такую работу идут неохотно, а квоту на привлечение иностранной рабочей силы сократили. С проблемой фермеры обратились в палату предпринимателей. В этом тепличном комплексе ежегодно выращивают 800 тонн огурцов и помидоров. Часть продукции поставляют в соседние регионы. Можно было бы обеспечивать рынок местным картофелями и ягодой, но даже в этих теплицах работать некому. Местные приходят, один день пришли, второй день не пришли и вот так, стабильности ноль. А если мы мигрантов зовем, то у нас с квотой проблемы. В прошлом году у нас была такая ситуация, мигрантов не было. У меня 4 гектара теплицы, мы 2 гектара теплицы, просто она выросла и просто похоронили ее. Потому что уже урожай весь ушел у нас, потому что людей не было собирать, обрабатывать. С такой же проблемой сталкиваются и другие сельхозтоваропроизводители. В хозяйстве Ерсаина Бурина около 100 голов КРС. Есть цех по переработке молока. Попытки найти рабочих оказались безуспешными. Поэтому на ферме ему сейчас помогают супруга и дети. У нас работать на селе это непрестижно. Каждый человек не пожелает своему ребенку, чтобы он работал на селе, или же был трамптористом, или же обучить его на ветеринарного врача. Проблему решить можно только автоматизацией. Это мое мнение. Из-за нехватки рабочих рук рынок может лишиться мясной продукции, которая дешевле привозной, говорят фермеры. В этом году региону выделили 168 квот на привлечение иностранной рабочей силы. По словам сельхозтоваропроизводителей, необходимо не меньше 700 сезонных рабочих. Чтобы решить проблему, количество квот необходимо пересмотреть уверенных в палате предпринимателей. 160 человек на всю нашу Октябрьскую область. Это получается на каждое фермерское хозяйство, на каждое тепличное хозяйство нужно просто по два человека. Ну что это два человека? Минимум 35-40 человек. Это нужно только на один тепличный комплекс. Министерство труда и социальной защиты населения своим приказом утвердило данную квоту. Теперь, не отменив данный приказ, мы не можем решить вопрос. Мы сейчас обращаемся и в министерство, и в национальную палату. По данным Управления координации занятостей и соцпрограмм, сейчас хозяйствам нужны трактористы, ветеринары, чабаны, доярки, механизаторы. Чтобы обеспечить село кадрами, будущих специалистов обучают на краткосрочных курсах. В этом году 801 человек был направлен на краткосрочные курсы. Из них по специальности тракторист обучились 217 человек. Ветеринарный врач – 47 человек. Пятеро обучились на птицеводов и 18 получили специальность лесовод. Из направленных на обучение 351 человек трудоустроился по специальности. Между тем, сейчас специалисты собирают данные по потребности в кадрах на следующий год. Фермерам же пока ничего не остается, как надеяться, что к их мнению прислушаются. Альшер Накипов, Наталья Салькова, Бот, Мулдагалиев, Актобе, Хабар, 24. Ну а сейчас на восток нашей страны. Там не хватает чабанов. Больше всего в сфере овцеводства. Именно она самая человекоемкая. То есть требует постоянного присутствия пастуха рядом с атарами, отмечают специалисты. В итоге дефицит кадров отрицательно влияет на развитие животноводства. В целом считает овцевод почти с 30-летним стажем. Джинксбек Карибаев нужен новый подход. Он сам с трудом нашел троих чабанов, хотя ему на деле нужно 9 помощников. Именно столько по нормативам в состоянии уследить за стадами в 6 тысяч голов. И даже с зарплатой в 300 тысяч чинге люди в пастухи идут неохотно. Слишком уж сложные условия работы. Руководство управления сельского хозяйства о проблеме знает. Более того, специалисты приводят данные, что из-за нехватки кадров ежегодно количество овец в регионе снижается на 100 тысяч голов. Единственным решением могла бы стать господдержка специалистов. Например, определенные социальные льготы чабанам. Нельзя овец сравнивать с другими животными. Их нужно пасти с 4 утра и до 8 вечера. Поэтому и платим мы пастухам по 10 тысяч чинге ежедневно. 300 тысяч в месяц. И плюс мясом обеспечиваем, питанием, проживанием. Но и при этом найти людей сложно. Конечно, за оплату должна быть минимум 300-350 тысяч тенге. И условия создавать надо семьям. Интернаты для детей школьного возраста. Доступ к интернету. Социальные льготы. Ранний выход на пенсию. Вот такие условия помогли бы решить проблему с дефицитом чабанов. К 2026 году 90% контента в интернете будет создавать искусственный интеллект. Об этом заявили в Европоле, полицейской службе Европейского Союза. В своем докладе они также упомянули о том, что увеличение количества искусственно созданного контента в интернете может привести к дезинформации населения. Уже сейчас во всемирной паутине много неверных или искаженных фактов. Теперь же, когда значительная часть интернет-контента будет создаваться искусственно, у рядового пользователя будет больше риска столкнуться с неправильной информацией. А это значит, что количество онлайн-мошенников может на порядок увеличиться. Ну и сейчас в завершении в Египет. Пирамиду из пластиковых бутылок построили там. Так местные экологи отметили Всемирный день чистоты. Они организовали сбор пластиковых отходов из знаменитой реки Нил. Мусор собирали 45 дней. В акции участвовали почти 60 рыбаков. По словам местных экологов, ежедневно из Нила вылавливают около 100 килограммов отходов, которые потом сдают на переработку. Затем же из них изготавливают нити для текстильных фабрик. Также их используют в качестве источника энергии. О пирамидах все знают, потому что они огромные. И это символ Египта. Проблема загрязнения касается всей страны, поскольку 96 миллионов человек зависят от Нила. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. И вам хорошего дня. Берегите себя.